Ногти отросли, хоть этого и не видно под пленками. Сейчас будем снимать и посмотрим, как там мои ногти спустя целых три недели. Возьмем жидкость для снятия лака, у меня это жидкость Adomix, и с помощью смоченной в ней апельсиновой палочки я начинаю осторожно поддевать. Здесь есть соблазн, перед которым очень сложно устоять, это слегка потянуть за пленку. Так делать точно не надо, потому что с этой самой пленкой, ее клеевым слоем можно содрать прям верхний дарсальный слой самой ногтевой пластины. Поэтому будем использовать вот такой вот метод. Специальные такие прищепочки, которые будут держать смоченную в жидкости ватку или бездарсовую салфетку, как у меня. Выглядит это весьма забавно, я даже так посмеялась в этот день, пока снимала. Кстати, видео старое, архивное, поэтому я вас умоляю, только не спрашивайте, какие тут были пленки, потому что это было давно и неправда. В общем, вот так они выглядят после того, как они находились буквально, ну не знаю, где-то минуты три, наверное, четыре вот в такой вот баньке из жидкости для снятия. И я прикладываю максимум усилий, чтобы снять их максимально нежно. И, как видите, мои ногти отросли. А вот это, кстати, демонстрация того, как не надо. Сняла тогда специально, видите, часть ноготочка все-таки немножечко травмировалась. Если ногти тонкие, то это плохо закончится. А тут, кстати, был первый раз, когда ко мне приехали 15-миллиметровые кусачки от непонов. Я их тут сразу же пошла тестировать, естественно, на себе. Не особо удобно это показывать, но вы поняли, пряморежущие, можно свободный край подрезать, а можно и со стенкой сработать. И да, себе я стригу ногти прям очень-очень сильно коротко. Вот не нравится, так можете не делать, а мне очень нравится, потому что мне прям вот некомфортно, когда они длинные, я чувствую стягивание. В общем, что мы делаем дальше? Мы дальше берем линейку, замеряем ширину ногтевой пластины и выбираем нужного размера пленочку. Пленку нужно брать обязательно апельсиновой палочкой, ну, либо бывает еще пластмассовая апельсиновая палочка. В общем, не руками ни в коем случае. Ногуть у меня подготовлен, обезжирен, он гладкий, его запиливать пилкой в таком случае не нужно. И все, что мне остается сделать, это осторожно подвести пленку под кутикулу и начать ее аккуратно растягивать и раскладывать. И вот такой вот результат мы странный пока получаем. С помощью апельсиновой палочки я помогаю себе запихать, засунуть, не знаю, какое правильное слово, короче, затолкать в синусы. Там, где мне не помещается, я использую ножницы. Вот здесь, кстати, модель ножниц S04J, как нельзя, кстати, у нее загнутый кончик, и это для синусов прям прекрасно. Тут происходит следующее. Я натянула пленку, и, конечно, нужно убрать вот это все, что лишнее. И лучше всего для таких ситуаций подойдет какая-нибудь супер мелкоабразивная пилочка. Вот эта желтая непонятная была у меня какая-то, я даже не вспомню, откуда была эта пилка. Ну, короче, это не самый хороший вариант, она ничего вроде такая, но мне не нравится, что она на деревянной основе, и в итоге я заказала потом другие файлы, которыми работаю обычно, тоненькие, просто 240-го абразива, и теперь меня все устраивает. Как видите, вот это вот не очень приятная история, кроме того, мне было больно, у меня очень чувствительная кожа на ногах. В общем, убрали все ненужное, остаточки разгладили, и вот такой у нас получился пальчик. Все остальные нет, сняла, у меня в тот день батарейка села, не поверьте.